Здравствуйте, дорогие зрители! Истории, когда из детских домов берут детей, бывают разные у всех индивидуально. У некоторых всё получается и живут душа в душу, кто-то не справляется с ответственностью. Кто-то мучается, но терпит, ибо не может допустить поражение. Эту историю прислала наша подписчица, рассказывая с её слов. Мой муж некоторое время работал в приюте с детьми, которые были там временно, если родители исправлялись, то забирали их, и если нет, дети направлялись в детский дом. В приюте долгое время работала воспитатель Валентина, хорошая женщина, уже под 50, у неё был муж, сын, подросток. И однажды в приют привезли девочку 5 лет, Валентине ребёнок сразу понравился. Она всю жизнь мечтала о дочке, но не получилось. И девочка тоже прикипела прям душой к женщине, ходила за ней, как хвостик, очень плакала, когда женщина уходила домой. Коллеги в один голос говорили, Валя, ну твой ребёнок твой. Женщина решилась ребёнка взять к себе, собрала документы, да и семья была не против. Но через некоторое время Валентина вернула девочку обратно, муж поставил женщину перед выбором, либо ей сын, либо это девочка. Все были потрясены, воспитатель просто пришла, привела девочку без объяснений, оставила. Кто видел эту сцену, не могли сдержать слёз. Девочка кричала, плакала. «Мама, забери меня! Не бросай меня!» Но Валентина просто ушла с каменным лицом, даже не оглянулась, уволилась она сразу в этот же день с работы. Прошло много лет, муж приходит с работы и говорит, увидел Валентину в маршрутке. Они разговорились, и женщина рассказала, что-то девочка, когда Валентина привела её домой, очень маму ревновала. Буквально никому не давала приблизиться к женщине, на сына с кулаками бросалась, мужа вообще не воспринимала, абсолютно не слушалась его. Не зная, сколько они держались и терпели, но последней каплей была такая картина. Валентина проснулась, а у изголовья стоит девочка, держит в руках ножницы и отстриженный пучок волос женщины. Что уж там она хотела с волосами делать, неизвестно, но тут уже муж поставил ультиматум, либо мы, либо она. Девочку потом перевели в детский дом, что с ней было, муж уже не знает. Такая вот грустная история. Субтитры создавал DimaTorzok